Если вам нужно чистовое покрытие пола единым ковром по всей квартире, но правильное положение для термоголовки, мы сделали специальное отверстие и поставили решетку. Сейчас пройдемся по квартире, расскажу, что было сделано и какие материалы мы использовали. Всем привет! Сегодня прокачали очередной пиковский ремонт. Это трехкомнатная квартира площадью 84 квадратных метра, жилой комплекс Жулебина парка. Работы мы начали с разработки дизайна проекта. Здесь мы делали полностью демонтаж от компании ПИК, а также занимались комплектацией объекта с составными материалами. Сейчас пройдемся по квартире, расскажу, что было сделано и какие материалы мы использовали в данном проекте. Входную дверь мы заменили, сделали такую накладную панель с небольшим рисунком. Наличники подобрали под цвет двери и сделали акцентную эту стену, чтобы все смотрелось красиво и интересно. Сейчас я нахожусь в коридоре. Здесь у нас будет встроенная мебель. Вся электрика у нас будет в шкафу. Здесь силовой щит. Вот такой щит на квартиру площадью 86 квадратных метров. Снизу солоточный щит. Проходим дальше. Попадаем в кухню-гостиную. Здесь у нас стояла перегородка, которая разделяла кухню и гостиную. Объединили в одно большое помещение. Также здесь у нас был второй санузел. Из него сделали кладовку. Здесь участок стены решили не продлевать при помощи пеноблоков, а сделали декоративные рейки, которые идут от самого низа и под самый потолок. Потолок у нас натяжной. Здесь у нас стенка, на которой будет стоять мебель, висеть телевизор, а также здесь будет находиться рабочее место, поэтому здесь такое большое количество розеток. Окна мы не меняли, оставили от застройщика, заменили только подоконники. Акриловые, производитель Данки. Заменили отопительные приборы. Пару слов про термоголовки. Их частенько ставят вертикально, они смотрят вверх, либо вниз. Но правильное положение для термоголовки – это только по горизонту. Вот в таком виде, как вы видите. Потому что она работает только в таком положении. Если вы ее развернете, то значит она уже не будет работать, эффективность ее нулевая. Поэтому правильное ее расположение именно по горизонтали. В этом месте у нас будет стоять обеденный стол. И прямо над ним расположили две декоративные люстры. И посмотрите, какая огромная угловая кухня будет стоять. Вот в этом месте сделали фартук из керамогранита размером 60 на 60, темно-серого цвета. Отличный вариант для того, чтобы использовать такой керамогранит на фартук. Это у нас керамомарацци. На полу у нас уложен кварцвенел аквафор нано. Уложен единым ковром. Текстура дерева. Если вам нужно чистовое покрытие пола единым ковром по всей квартире, этот материал вам отлично подходит. И вот на этой стене, посмотрите, здесь будет висеть телевизор, здесь будет стоять тумба. И для того, чтобы не висели провода, мы проложили кабель-канал. То есть если сюда засунуть кабель, здесь его можно протащить и подключить, предположим, приставку. Чистовая электрика. Это у нас лигрант. И посмотрите, мы сделали комбинацию из темных рамок и белых элементов. Так как площадь кухни-гостиной у нас больше 40 метров, мы сделали специальное отверстие и поставили решетку, чтобы при открывании окна не создавался вакуум и потолок не втягивало. Мы проходим в детскую дверь. Двери у нас по всей квартире от производителя профиль Дорс. И посмотрите, двери цвета слоновая кость, а элементы сделаны черного цвета. Смотрится достаточно стильно и интересно. Здесь у нас будет висеть кондиционер, его повесят чуть позже. Вот так выглядит детская комната. Здесь у нас классические обои под покраску, здесь у нас уже флизелиновые обои с рисунком. Установлена система фильтрации воздуха, бризер. Отверстие, через которое поступает воздух с улицы, фильтруется и уже попадает в комнату очищенный воздух. И не надо открывать окно. Далее проходим и попадаем в постирочную. Здесь монтирована система инсталляции. Здесь будет стоять раковина, стиральная машина и сверху будет установлена сушильная машина. Все эти элементы закроются при помощи мебели. Ждем ориентировочно через две недели монтаж. Каталог у нас здесь натяжной. Дальше у нас идет ванная комната, раковина, подвесная тумба. Здесь будет смонтировано зеркало, душевая. Открывается дверца. Заходим. Плитка кабанчик. Здесь полки для того, чтобы поставить пузырьки шампуни. Смонтирована система инсталляции. А здесь у нас находится водомерный узел. Тоже все закроется мебельными дверями. И последнее помещение – это хозяйская спальня. Также смонтирована система фильтрации воздуха «Бризер». Здесь будет стоять кровать, тумбочки по бокам и освещение для того, чтобы читать книгу или газету. Здесь у нас будет установлен встроенный шкаф. Потолки у нас вытяжные. Сделаны скрытые ниши с перегибом. А вот так сделан запил плинтуса, чтобы было максимально красиво. Смотрите, практически ювелирная работа. Пару слов про водомерный узел. Здесь у нас водные краны «Эвентроп», редуктора давления, фильтра тонкой очистки от производителя «ФАР», магистральные фильтра «Гейзер», система защиты от протечек, проточный водонагреватель, коллектор на холодную и горячую воду. Комбинация вот этих фильтров, тонкой очистки и магистральных фильтров, позволит вам избежать поломки вашей водовой техники, в частности стиральной и сушильной машины. И ваши смесители прослужат дольше, и их не потребуется чистить. Система инсталляции собрана на производителе ТСС. То есть у нас здесь инсталляция ТСС, каркас ТСС. И вот кнопка, посмотрите, как классно смотрится, тоже от у многоличного производителя. Пару слов про двери. Посмотрите, врезные петли. Сейчас мы ставим их практически на все наши объекты, а также на магнитные замки. То есть когда происходит закрывание двери, при помощи магнита выскакивает язычок. Очень классная штука. И еще по поводу дверей. Это у нас встроенный ограничитель, который монтируется в пол. И когда у вас дверь проходит этот участок, выскакивает ограничитель и не позволяет ручке удариться по стену. А когда вы закрываете дверь, он спокойно слазит с этого ограничителя, и он прячется уже в пол. Вот так мы прокачали ремонт от ПИК. Все ваши вопросы пишите, пожалуйста, в комментариях, либо по номеру WhatsApp, который я оставлю в описании к данному видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик до конца. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok